ДИАСПОРЫ НА ДОНУ Участников сегодняшнего разговора. Слева от меня Михаил Потапов, председатель ростовской еврейской общины. Зелимхан Гиреев, председатель ингушской национально-культурной автономии. Рамазан Салманов, представляет Донское землячество народов Дагестана. И, наконец, Руслан Суноваров, является председателем таджикской национально-культурной автономии. И ватан, что в переводе с таджикского означает родину. Совершенно верно. И не только с таджикской. И не только с таджикской. Есть фарси, есть многих арабских языков. Друзья, мы собрались, чтобы еще раз поговорить о нашей работе, работе национально-культурной автономии. Я вот несколько дней назад вернулся из Волгограда, где проходил всероссийский конкурс «Смиротворец» организованной гильдии межэтнической журналистики. И там, конечно, касались опять вот этих разговоров про общины, диаспоры, национально-культурную автономию. Достаточно ли они или делают, или надо, так сказать, увеличить обороты. Ну, надо начать и напомнить, наверное, очень важный момент. В декабре 2012 года указом президента была утверждена государственная стратегия межнациональных отношений. То есть это базовый документ, от которого идет все вниз, в том числе и по регионам, и в частности на наш Дон. И прежде чем вы начнете говорить о своей работе, я бы хотел, опять же, транслировать вам то, что было сказано в Волгограде. Многие диаспоры, может быть, не совсем глубоко понимают ту задачу, которая перед ними стоит. Да, танцы, песни, балалайки, рубобы, дутары – это все замечательно. Но, как было сказано на этом конкурсе, намного шире задача и глубже у национальных диаспор. Не только самодеятельность, не только сохранение языка. Потому что, сами посудите, 193 нации и народности проживают в России, которые говорят на 239 языках и на речиях. Из этого количества языков на 89 ведется обучение в России. Это к тому, что нам иногда ставят в упрек наши партнеры за рубежом, что вот, там ничего не делается для решения национального вопроса, для гармонизации междунациональных. 89 языков ведется преподавание. В том числе и диаспоры сами открывают школы, воскресные, субботние и так далее. Вот поделитесь этим опытом. Пожалуйста, с кого начнем? Михаил, давайте. Спасибо. Во-первых, хочу поблагодарить Южный регион. Хочу поблагодарить вас за предоставленную возможность поделиться нашей жизнью. На мой взгляд, это очень важно вести диалог, постоянный диалог о деятельности диаспор. Потому что, на самом деле, мы делаем, на мой взгляд, очень много. И для сохранения национального компонента, и, в принципе, для, скажем так, межнационального мира и спокойствия. Потому что эта работа необходима. И мы ее выполняем каждый день. Не будем распыляться. На сегодняшний день ростовская республика община – это большая структура, в принципе. Но поскольку вы задали вектор имена диалога на тему образования, что община делает, на сегодняшний день в еврейской общине функционирует еврейская гимназия, в которой обучаются более ста детей. Это обычная школа, имеющая все необходимые лицензии, но в которой присутствует национальный компонент. То есть дети, кроме всего прочего, получают еще национальный компонент, язык, традиции и так далее. История еврейского народа. Обязательно, в порядке, да. То есть это идет над факультативом, но при всем при этом мы и сохраняем наш национальный колорит, и в то же время мы обучаем, даем возможность детям получить обычное светское образование в дальнейшем, чтобы они могли поступить в любой вуз и продолжить свое обучение. Мы отдаем большое-большое внимание воспитанию и, скажем так, правильному отношению к жизни, к молодежи. На базе общины функционирует молодежный клуб, функционируют различные молодежные проекты и программы, на которых именно мы даем молодежи правильный, скажем так, вектор развития, да, то есть в котором идет понимание, что делать, как делать и зачем делать. То есть вот это основные направления, основные направления по воспитательным программам на сегодняшний день. Спасибо, Миша. Зелимхан, поделитесь, что у вас? Ну, говоря о работе национальной культурной автономии Ингуши и полномочного представителя Республики Ингушетия в Ростовской области, мы образованы с 2010 года на территории нашего Донского края. Основными целями и задачами, если говорить с точки зрения устава нашей общественной организации, то это, значит, помощь студентам, приезжающим из Республики Ингушетия, обучающихся в наших ведущих вузах нашего города и области, и, естественно, значит, помощь в различных вопросах бытового характера. Также это, значит, вопрос сохранения языковой идентичности, этнической идентичности. Ну, естественно, мы проводим большую работу со студентами, встречаемся по вузам. Эта работа неустанно ведется с 2010 года и достаточно, в принципе, эффективна. Потому как, допустим, если в 2010 году у нас было из общей массы студентов, обучающихся в вузах, где-то порядка около двух-трех человек, отличников и краснодипломников, то на сегодняшний день где-то что-то порядка около 20-30 человек. Это, в принципе, одна из таких вот, да, именно вот направления нашей работы. Естественно, также основными задачами мы ставим в нашей работе – это профилактика, противодействие молодежному экстремизму, то есть недопущение девиантного поведения в молодежной среде, недопущение, значит, нарушения действующего российского законодательства. И поэтому ежеквартально встречаемся в стенах нашей общественной организации, в офисе. Ну и, в принципе, как бы говоря, работа ведется, на мой взгляд, достаточно эффективно. В принципе, я оцениваю, значит, работу нашего землячества по тому, что огромное количество студентов на сегодняшний день приходит к нам и по числу желающих, значит, участвовать в жизни нашего землячества. В принципе, все решает. То есть вы мониторите своих студентов? Конечно, обязательно порядки. Которые в России в ростовских вузах. Это и с предоставлением мы, значит, отправляем запросы в вузы нашего города, области, значит, с просьбой предоставления списков студентов, тех, кто нарушает правила внутреннего распорядка, нарушает, значит, дисциплину в вузе, в общежитиях. Также это вопросы касаемые, значит, также нам предоставляют списки, значит, отличников, тех, кто, допустим, не совсем справляются с учебной программой вуза. И в этом смысле, естественно, с дальнейшим предоставлением в Министерство образования Республики Ингушетия. В принципе, значит, а потом уже, значит, подводя итоги летней экзаменационной сессии, зимней экзаменационной сессии, поощряем данных студентов благодарственными письмами, различными денежными премиями и так далее, и так далее. И также помогаем нашей молодежи, студентам, приезжающим из Республики Ингушетия, в интеграции, значит, в нашу социально-культурную студентскую края. Это вот и, значит, создали мы на базе нашего, нашей организации ансамбль под названием РЗИ. Состоит он из числа студентов наших... Не только ингушей. Не только ингушей. У нас, значит, ансамбль интернациональный. Мы приглашаем абсолютно всех. У нас есть и, значит, этнические грузины, русские, кто угодно, пожалуйста. То есть приглашаем всех, без проблем могут участвовать, танцевать, писать и знакомиться с культурой, традициями, обычаями ингушского народа. Я можно, Зелимхан, добавлю маленький педагогический прием, который используют ингуши? Можно выдать? Конечно, конечно, давайте. Это, кстати, поучительно. Ну, понятно, что на Кавказе, да, и у Войнахов особенно, это почитание старших и почитание родителей. Это просто святое. Что делают ингуши? Вот Зелимхан коснулся того, что там премии, похвальные листы, благодарственные грамоты, даже материальные конверты. Но, когда они получают из вузов данные, сколько отличников, сколько двоечников, кто себя плохо ведет, там, может быть, вызывающий ведет себя в своей среде, они что делают? Вот опять же, отталкиваясь от национальной традиции. Значит, хорошему, на тебе конверт, на тебе почетную грамоту, а на тебя мы напишем письмо в ту станицу, где живут твои родители, твой дедушка, бабушка, весь твой рот, весь твой тейп и напишем, а глава администрации на сходе зачитает, как ты позоришь свой тейп, позоришь седины своего деда, он умолять будет, не отправлять этот тейп, он будет шелковым. Представляете? Вот, казалось бы, традиция преклонения перед старшими, перед родителями, для него все, что угодно, его хоть розгом и колоти, он все примет, но, не дай бог, такое письмо дойдет, и там тень ляжет на его фамилию, на его род, на его семью. Представляете, как здорово работают традиции. А у вас, уважаемый Руслан, какие у вас традиции? Как вы живете, что делаете? Добрый день всем, что хочу поблагодарить также и уже регион, что они затронули вас лично, что вы затронули эту тему диаспоры, и такая у нас проповедилась возможность. У нас национальная культурная автономия чуть по-другому подходит, потому что у нас в основном идут мигранты. И нам надо этих мигрантов адаптировать к российским законам, рассказать им законы, как жить в России, чтобы они их не нарушали. Тогда и Россия поворачивается лицом. У нас проводятся многочисленные фестивали таджийской культуры. Сейчас, вы правильно заметили, одними танцами диаспора не должна жить. У нас заключается с торгово-промышленной палатой Таджикистана, и вот мы хотим из Ростовской области. В связи с этим прилетает сюда посол Таджикистана, заключить договора на сотрудничество с торговой помощной палатой, найти какие-то контакты, чтобы выгодно было заниматься бизнесом, выходцем из Таджикистана. То есть это уже экономическое направление? Да, мы хотим это направить в диаспору, не так, чтобы это было как бы одни танцы. Пейте, плясайте, а еще и дальше идете. Также мы занимаемся, большой вклад вводим в раздел спорта. Я сам занимаюсь президентом Федерации смешанных единоборств, и мы очень много направляем ребят в спорт, именно приехавших сюда из Таджикистана, мы их направляем в спорт, и они добиваются там хороших успехов. Я также знаю, что многие Таджики, которые сюда приехали, которые работали здесь и очень большой вклад оставляют в Российской Федерации. Они строят школы, больницы, детские сады. Все это остается в Российской Федерации. Наши ребята уезжают назад, получают зарплату, уезжают назад. Но вся эта недвижимость остается в России, где учатся дальше россияне, ходят в стадик школы, дети, учатся, получают образование россияне, которые построили в основной массе на 70% выходцы из Таджикистана. Это огромный вклад в Российскую Федерацию. Да, конечно. Я хочу просто, может быть, еще раз заострить ваше внимание. Несколько лет назад вы и группа наших известных спортсменов начали акцию «Молодежь против наркотиков» или «Спорт», я не помню, как это правильно называлось. Это же здорово. Представляете, человек увлекается там какими-нибудь, я не знаю, нюхает какую-то гадость или колется. То есть его отбить от этого корыта позорного – это а куда? Куда? И вот что делали они, это отсюда отрывали, но надо что-то дать взамен, и они давали взамен спорт. Вот расскажи несколько. Да, ну, был такой турнир «Спорт против наркотиков». Чемпионы мира по боксу Султан Ибрагимов участвовал, чемпионы мира Вартареса Мургашев, Андрей Купин, Антоний Носович. То есть это имена? Да, они собрались все, играли в футбол против олимпийских чемпионов, против чемпионов мира. Но если эта акция называлась «Спорт против наркотиков», после чего там был такой стимул, где ребята пошли в спортзал. А на трибунах пацаны. И теперь эти чемпионы, олимпийские чемпионы, они им говорят, вот посмотрите на нас, как мы выглядим, какие мы качки, и выбирайте. Или колодцы, или будь похожи на нас. Все диаспоры присутствовали тоже. Я был тогда, помнишь, на стадионе? Это поразительный был эффект. Мальчишке там 12-13-14 лет, конечно, у нас героизации не хватает. Вот нужно опять возвращаться, потому что Гагарина скоро не будут знать. Мы были пацанами, вот у нас в классе, два или три пацана хотели быть летчиком, все остальные космонавты, до единого. Все девчонки, учитель, врач. Сейчас пацаны, банковский сектор, девочки, модели. Сегодня одну спрашиваю, кто такая Терешкова? Она говорит, что-то фамилия знакомая. Рамазан, вам слово, пожалуйста. Добрый вечер. Представляю здесь, наверное, старейшее объединение Донское землячество народов Дагестана, которому в следующем году исполнится 20 лет, и мы будем это торжественно отмечать. Не забудьте нас пригласить. И Южный регион. Обязательно. Я бы хотел вот что сказать. На чем мы акцентируем свое внимание для гармонизации межнациональных отношений на Дону, по крайней мере. Что мы в этой связи делаем, и как мы себе видим вот эту парадигму действий. Изначально на всех общественных формах мы ставим один и тот же вопрос. Чтобы гармонизация межнациональных отношений была действенной, она играла положительную роль в нашем обществе, государству, нашему, российскому, необходимо выработать государственную идеологию. Без нее, ну никак, вот как ни крути, о конкретном, о каких-то вот целенаправленных решения вопросов национальных отношений, межнациональных отношений, они просто невозможны. Но стратегия, я бы сказал, есть. Да, стратегия есть. И появилось новое ведомство. Нужны концептуальные решения. Да, конечно. А именно, что кто мы, российский народ, куда мы идем, цель в обязательном порядке, зачем, ради чего и во имя чего мы это делаем. Без выработки вот таких концепций говорить отдельно о аспекте межнациональных отношений, я полагаю, что сегодня не очень-то приходится. Мы где-то копошимся на начальных каких-то вот стадиях. Мы вот это вот сделали, мы провели какие-то спортивные мероприятия. Вообще-то Донское землячество народов Дагестана теперь сделало крен не на искореженные уши спортсменов, на насыщение мозга нашего молодого поколения. Поэтому проводятся мероприятия государственно-патриотического характера. В частности, завтра у штаба 4-й воздушной армии будет открыта мемориальная доска дважды Героя Советского Союза Амедхану Султану, этническому дагестанцу, который героически воевал на Дону, и первую золотую звезду героя, собственно, получил за бои на Дону, подбив лично 11 самолетов. Все студенчество наше там будет, по крайней мере, все приглашены туда, и это будет большое мероприятие. А уже в субботу, вот в эту субботу, проводим большое мероприятие в Южном федеральном университете, где вопрос будет стоять об истории Дагестана, об отношении к Дагестану, что из себя этот Дагестан представляет. Ведь очень смутное представление о многонациональном и многоконфессиональном Дагестане. Что обычный обыватель российский знает про тот же Дагестан? Хороший коньяк, Расул Гамзатов и бандиты. Коньяк, лесгинка, и то не всегда, да, стрельба-борьба, трах-бабабах, все. Вот все понятие о Дагестане. А Дагестан – это вообще-то научные работники, лавриаты ленинских и государственных премий. Вот недавно, кстати, скончался выдающийся физикатом Шикамир Жабраилович Амаев. А Дагестан – это вообще-то выходцы-космонавты. Муса Монаров, известный до определенного времени мировой рекордсмен и так далее. Дагестан – это военачальники, которых, кстати говоря, немало, и так далее и тому подобное. И в этом смысле мы оттягиваем молодежь от чисто привязанности к спортивным мероприятиям. И мы поставили задачу насытить мозг человека. И, может быть, тогда имидж Дагестана станет более приемлемым, более осязаемым и более понимаемым. Очень обидно, говоришь с ребятами из Дагестана, с молодыми ребятами из Дагестана. Вот меня это немножко задевает. Их должно это беспокоить, а не меня. Махачкала – столица Дагестана. А откуда это название? Революционер Махачи Дахадай. Это вы знаете? Конечно. Махач – это имя собственное? Да. Не знают. Вот с этого надо начинать. Буйнакск. Выдающийся эволюционер Улуби Буйнакский. Кстати, недавно отметили 125-летие, со дня рождения. Вот молодежь, конечно, далека от всего этого. Спорт, музыкальные какие-то мероприятия, шатание из стороны в сторону, бросание из стороны в сторону. Вот это состояние турбулентности надо локализовать, остановить. Единственный в стране круглогодичный незамерзающий порт. Это Махачкала. Да, Махачкалинский порт. Представляете, это какая экономическая выгода? Круглосуточный. При разумной постановке вопроса, при создании соответствующей инфраструктуры, 556 километров пляжей Каспийского моря, песчаных берегов. Но нет инфраструктуры. Нет политической стабильности. Политическая стабильность создания инфраструктур, вот вам, пожалуйста, зона. Инвесторы не идут, потому что, опять же, вот этот минус о том, что каждый второй там... Совершенно верно. Позвольте заметить, что вы поняли очень важную тему, на самом деле, что насчет молодежи, образования и так далее. Но, на мой взгляд, нам просто надо быть более открытыми. Потому что, не мною сказано, и давно известный факт, что основные проблемы заключаются от незнания. Просто недостатка образования. То есть это и какие-то фобии в отношении кавказцев, это какие-то неприязни в отношении евреев, и любой национальности, неважно что, любая форма неприязни, ксенофобии, она в сущности происходит от незнания. Если человека пригласить и объяснить, показать, познакомить с традицией, познакомить с обычаями, в сущности, в каждой религии, в каждой национальности в основе своей лежит всегда добро. Я не знаю ни одного народа, да, может быть, я чего-то не знаю, но мне неизвестны такие факты, где именно в корне традиции какого-то из народов лежит зло. Всегда есть какие-то общие ценности, направленные на сохранение, на семью, на традиции, на детей, на воспитание, на добро, на положительные моменты. И в этом отношении я просто предлагаю нам быть более открытыми. Предположим, у нас в последнее, ну, в принципе, не в последнее время, даже уже много лет, мы практикуем такую вещь, как постоянные экскурсии конкретно к нам в синагогу. То есть приходят школьники со школ Ростова, познакомиться, посмотреть. Мы им рассказываем, что, ребята, мы не кусаемся. Все доступно, мы всегда открыты к диалогу. Приходите, общаемся, разговариваем, мы придем к вам в гости. Необходимо, давайте вместе пойдем, куда сходим, в гости к дагестанцам. Они расскажут о своих традициях. Так вот это возможно, если есть цельно выработанная, государственная, межнациональная или национальная политика. Без государства... Ну, давайте начнем мы. Давайте начнем мы. Здесь я Михаила поддерживаю. Мы уже устали подавать эту инициативу. Надо бы уже сформулировать вот это вот все. Понятно, без государства здесь никак не обойтись. Вот эти частные, так сказать, инициативы, они хороши только до определенной степени, до определенного времени. А потом они стихают. Это должна быть цельная, долгосрочная государственная политика. И даже велосипед здесь выдумывать не надо. Ведь уже все это было. Было в нашем прошлом... Знаешь, мы 20 лет уже разговариваем, а делать пока так и не начали. Вот мне интересно. Михаил сказал, я прожил уже немало лет на Белом Сете, я отродясь не был в синагоге. И как только какая-то будет первая экскурсия, меня запишите, пожалуйста. Я с огромным удовольствием. В костелах был, в кирхах был, в датсанах был, в мечетях само собой. Так вот, можно вот здесь же договорю, да? Здорово. И все это взаимопроникновение должно проходить через культуру. И тут не надо выдумывать ничего нового. Уже все это было и до нас придумано. Когда культура была национальной по форме, да? И социалистической. По социалистической. Не надо бояться слова социалистической, да? Отвечающей интересам социума по своему содержанию и сути. И точка. И все. Вы знаете... Вот это и есть взаимопроникновение. Если говорить о... И понимание. Идеологии. Это достаточно важная и злободневная тема на сегодняшний день в стране. Но говоря, мне все-таки вот кажется, что пора уже от слов к делу перейти. Конкретные предложения формировать по выработке политической идеологии у нас в стране. В первую очередь, допустим, Александр Дугин, вы знаете, да? Да, конечно. Александр Дугин, известный философ, социолог. Он предлагает, значит, говоря о социализме, да? Социал-демократической идеологии, либеральной и так далее, и так далее. Предлагает совершенно новую идеологию, так называемую четвертая политическая идеология. А вот как она будет, значит, ее содержание, цели, формы, да? И так далее, и так далее. Это уже, значит, требует определенных дискуссий, встреч, обсуждений. Это раз. Говоря о открытости, значит, землячества и диаспор, в принципе, на сегодняшний день, вот вы сказали, да, в начале передачи о том, что выработано и в 10-м, в 12-м году, в декабре 12-го года Владимир Путин подписал указ, значит, о стратегии государственной национальной политики. Кстати, говоря о стратегии государственной политики, все землячатые диаспоры были задействованы, значит, в предложениях, что они видят по развитию, значит, да, нашего государства, какие цели, задачи и так далее, и так далее. И в этом смысле, мне кажется, что, в принципе, есть фундаментальный документ стратегии госнациональной политики и применительно уже к этому. И, кстати, свидетельством того, что стратегия эффективно работает, это вот сегодняшнее наше участие в этой передаче и предоставление эфирного времени Южным регионам. А благодаря кому? Губернатору Ростовской области. Потому что, когда мы, значит, встречались в рамках консультивного совета по международным отношениям при губернаторе Ростовской области, мы просили Василия Юрьевича о том, чтобы предоставить нам эфирное время для того, чтобы руководители землячатой диаспоры, на информационной площадке знакомились и, в принципе, рассказывали о работе землячатой диаспоры, и, в принципе, население нашего Донского края знали, да, кто мы такие, что и какие мы преследуем цели и задачи. В принципе, видно, что взаимодействие между органами государственной власти на территории нашего субъекта и землячатой диаспоры, работа идет достаточно эффективно. И мы это видим вот на сегодняшний день благодаря правительству Ростовской области Василию Юрьевичу наше сегодняшнее участие в этой потрясающей передаче. Я бы не разделял такой оптимизм, да. Но всегда хочется надеяться на лучшее. Да, я скажу почему. Сегодня все-таки больше разговоров, чем дел. Если вот соответствующее сообщество народов Дона должно цельно работать в каком-то направлении, должен быть создан соответствующий союз или ассоциация. Дело в названии, да. Это все должно быть юридически оформлено. Эта ассоциация должна иметь соответствующий голос. А то, что посидели, поговорили в очередной раз где-то что-то там, это практически ничего. Для практической нашей дальнейшей деятельности не будем говорить о таких громких словах, как гармонизации, отношений там, межнациональных, это практически ничего, это говорили. Необходимо уже от слов переходить к делу. Я надеюсь, нас смотрят председательные власти. Да, наверное, смотрят, да. И, кстати, это не в первый раз об этом говорится, не в первый раз даже... И все должно быть как-то систематизировано. Вот все должно играть с точки зрения государственной идеологии, государственной политики вот в этих отношениях. Мы даже много замечаний делали. Помнится, как проводилось какое-то мероприятие «Сто народов Дона» и так далее, да? Огромное мероприятие проводится. Все представители народов, руководство области. Играет какая-то непонятная музыка. Все встают. Я спрашиваю, что это за музыка вообще? Под чего мы встаем? Или под чего мы встали? Никто толком объяснить не может. Кто-то потом сказал, то ли казачья какая-то там игральная или песенная или еще что-то. Разве можно вот так вот на таких мероприятиях, на таких формах так поступать? Играется государственный гимн Российской Федерации. Народ встает, приветствует это все, а потом все остальные детали. Вот с чего надо начинать. Да. А так, там встретились, там поговорили. Было хорошее начало. Да, но здравия начали. Когда мы приходили, Национальная культурная автономия участвовала в тендре, получали инвестиции на проведение каких-то мероприятий. Гранты, помощи. Гранты, помощи. Ну, буквально год назад уже мы обратно все подали документы, что как бы было так же ровно, но зарубили сразу всех. Почему? Потому что сказали, пришли, нам пришли органы, проверили полностью всем, кто что подсказывал Национальным культурным автономиям. Вот там неправильная бумажка, там вот это сделать. Нельзя даже подсказать было правильно, как правильно заполнить бумажку. Из-за этого мы больше ничего не помогаем вам. Сами как хотите, сами так и заполняйте. Ну, вот эти гранты. И поэтому очень много сейчас, ну, как бы началось, как бы если нас слышат, что может как-то можно повлиять, чтобы как бы нас не стали. Ну, человек знает, вот как заполнить. Вот мы заполнили, да, все. Оказывается, там 20% на зарплату сотрудников нельзя заполнять. Ну, можно было сказать, 20% не надо заполнять, заполнить там 10% на участие сотрудников. И здесь не получить гранты. Нет, мы это нельзя говорить, потому что нас потом накажут. А это все к тому же. Вот эти частные подвижки, да, недолгосрочные, они вот так и заканчиваются. Необходима цельная государственная политика. И очень многое, конечно, зависит от СМИ. От СМИ многое зависит. Потому что у нас, таджиков, ну, очень плохие сериалы сняли. А это все показывается народу. У нас не понимают, в Душа-Мбе люди не понимают, когда они видят персонажей, ну, в виде клоунов на всю нацию. Я видел многое, ну, и войну. Войну видел, когда таджики положили лопаты, шли там совки, врачи лечили, а учителя тоже брали оружие и воевали там. Защищали свою республику. Да, защищали свою республику очень жестко. И такие войны были, что, дай бог каждому, я не буду это касаться. Но когда показывают в СМИ всю нацию клоунами, ну, это уже тоже перебор. Ну, мы выиграли с туты, сейчас эти сериалы все запретили. Это безнравственное, конечно. Но это сам факт, что... Вы имеете в виду вот эту программу? Таджики, да, таджики не понимают, русский народ не понимают. Он думает, таджики, что это там... Вот они такие. Клоун, да. Но сейчас самое главное идет, это Сирия, да? Либо видим, сколько таджиков сейчас попадают в эти, ну, в эти, как бы, незаконные формирования. Потому что это нация, войны из веков. И несерьезное отношение вот к этому мероприятию сейчас в связи с этими сирийскими законами наша национальная культура берет на себя очень огромную, огромную такую работу, где мы объясняем приезжим мигрантам... Да, потому что вербовщики, вербовщики ищут таких конкретных ребят, обиженных. И мы объясняем, рассказываем, что туда нельзя ходить, туда нельзя ходить. Это нельзя, диагноз соблюдать законы Российской Федерации. И, как бы, пока сразу справляемся, потому что мы знаем, что большой поток идет мигрантов, очень много везут, я знаю, с Афганистана, со всех этих везут наркотиков. Но в Ростовскую область, как бы, мы еще там, говорит, в Таджикистане, что сюда ехать не надо с наркотиками, здесь сразу всех поймать, всех посадить. Здесь надо ехать, только работать и заниматься в рамках закона Российской Федерации. Вот вы знаете, спасибо, конечно, Руслан, вот то, что он сказал про ИГИЛ, это действительно такая штука, потому что я уверен, что по стране разбежались всякие нехорошие товарищи, которые именно из этой среды, людей социально, так сказать, необеспеченных, тот же Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, приезжают люди, преподаватели, дирижеры, музыканты, они вынуждены брать в руки лопату мастерок, чтобы там семью свою каким-то образом сдержать. А отношения к ним порой бывают не очень. Их обманывают работодатели, недодают, им грубят, с ними разговаривают на «ты». Почему? Ведь само слово «гастарбайтер» означает «рабочий гость». А к гостю как принято относиться у любых народов? Поэтому и призваны национально-культурные автономии. Ну, Руслан сказал, что они работают с «гастарбайтером», помогают им адаптироваться. Для эффективного взаимодействия с приезжающими, да, въезжающими в страну, значит, мигрантами. И, естественно, поддержка всесторонняя в плане оформления документов и так далее, и так далее. Вот сейчас, допустим, очень правильную вещь сделали по поводу того, что обучению русскому языку, допустим, да, въезжающих сюда мигрантов. Это... Ну, а как иначе? Если человек приехал, он трудится, значит, настройки, а не может два слова связать на русском языке. Поэтому в этом смысле государство достаточно эффективно ведет работу. И есть у нас политическая, значит, идеология, но мы участвуем на стадии формирования ее, как раз таки. А, кстати говоря, о работе, да, непосредственно земляющей и диаспорной территории нашего города и области, мы видим огромное количество мероприятий. Никто не даст мне соврать, да. Допустим, различные спортивные фестивали, вот сейчас недавно прошел, в общем, достаточно серьезное мероприятие, межнациональный спортивный фестиваль. Сейчас вот, значит, на базе Ростовского государственного строительного университета проходило масштабное мероприятие «Кавказ наш общий дом», оно называется, где были приглашены из десятков республик, значит, бывших союзных республик, ансамбли, значит, да, различные творческие коллективы, проводились также круглые столы, конференции и так далее. И вот сейчас вот нас пригласили в первых числах ноября, приуроченные ко Дню Согласия с единением, большое и крупное мероприятие, значит, на базе областного Дома народного творчества. То есть мы видим, что комплекс, значит, работы, он ведется, а наша задача не жаловаться, не вырабатывать у граждан, да, потребительское отношение к власти, а все-таки помогать, взаимодействовать и предлагать конкретные. Потому что каждый раз, когда я, допустим, или там, допустим, представитель различной земли, предлагает конкретный проект, ни разу я, значит, не было такого, чтобы мне представители правительства Российской области или администрации города отказали. Всегда, значит, чувствуем трепетное, значит, отношение, да, и, естественно, не просто на словах, а на конкретном деле. Ну, для этого надо свой проект предлагаемый ясно и четко изложить. Совершенно верно. Конкретную задачу поставить, и вы правы, что, наверное, в этом случае. Вот когда я встречался несколько дней назад с представителем федерального агентства по национальной политике, они удивляются, что вот согласно вот этой государственной стратегии есть много возможностей материально помочь. Совершенно верно. В смысле, вот этими деньгами, так называемыми, грантами, да? Но удивительно, что определенная часть представителей национально-культурных автономий и немалая часть боятся брать эти деньги из-за сложнейшей запутанной отчетности. Потому что возьмешь 100 рублей, на 200 рублей надо там да, 10 рублей, 10 написал с маленькой буквы, весь твой отчет в мусорку. Пиши это. Ну, когда человек получает бюджетные деньги, допустим, гранты от администрации, президента или какого-нибудь фонда и так далее, нужен грамотный, образованный, высоковарифицированный бухгалтер, который бы все эти документы оформил. Это первое. И следующее, значит, ну, вот говоря, вы сказали о поддержке некоммерческих организаций. Вот недавно, буквально неделю-две назад, замглавы администрации президента России выступал Володин, где он что-то сказал о том, что, значит, некоммерческие организации нужно поддерживать, давать им гранты и так далее, и так далее. И самое главное, это эффективное взаимодействие органов государственной власти на местах, на муниципальном уровне, на уровне субъекта, на федеральном уровне. И, естественно, помощь некоммерческих организаций в работе органов государственной власти. То есть более тесное взаимодействие в плане того, чтобы какие-то вот реальные моменты, допустим, касаемые вопросов жилищно-коммунального хозяйства, к примеру, различные вопросы социально-экономического характера обсуждались, проговаривали непосредственно с общественностью. То есть мы видим, что долгое время плакали о том, что нет гражданского общества. Вот, пожалуйста. Это, в принципе, одни из ячеек формирования полноценного гражданского общества и достаточно-таки серьезные признаки того, что у нас все-таки правовое государство. Хотя некоторые провокаторы говорят обратное. Видите, мы начинали за здравие, опять опустились к упокою. Говорили о государственной политике, говорили, что процесс развития, гармонизации межнациональных отношений должно быть непрерывным, а спустились опять к грантам, к частным каким-то мероприятиям и так далее и тому подобное. Мы вот так в разговорах и утонем, пока у государства не будет внятной государственной национальной политики. А это вырабатывается только с выработкой идеологии соответствующей. Когда концепция выработана порядка и правил взаимоотношений народа или народов с обществом, с государством. Мы так и будем говорить, вот нам на спортивные мероприятия не выделили чего-то, на какой-то там концерт не выделили чего-то, или выделили, потом мы никак не могли отчитаться. Это все частности. Мы утопаем совершенно в ненужных делах, в дебрях. А необходимо глобально мыслить в этом процессе. Вот с этого надо подходить. И государство должно этим заниматься. И мы должны потворствовать этому всему. Я вас подержу, да. С одной стороны, да. А вот государственная политика, если так разобраться, очень грамотно подходит. Вот отдел по борьбе с экстремизмом. Одного таджика обидели, допустим, не буду говорить где, но в Ростовской области. Он звонит нам. Вот нас там обижают день и ночь, приходят там пьяные, бьют. Мы звоним в этот отдел с экстремизмом. Очень хорошо ребята сработали. Приехали. Все, кто там дебошировал, дали по шапке. Все, теперь ходят все мирно, все друг друга уважают, все друг друга на день рождения ходят. Вот это я понимаю, подход для того, чтобы было стабильно в России. Вот эта вот организация по борьбе с экстремизмом, очень хорошая работа. И по грантам вот еврейская община нам помогла. Мы учились, я отправил там людей, и еврейская община в специальные курсы по приобретению грантов. Они бесплатно обучали все национальные культурные авторы на получение грантов. Это как бы я понимаю, что мы уходим вниз, но это тоже особенно поддержка государства. Потому что вся наша работа, она из мелочей складывается. Так вот, как раз таки, как Салдин Мостритель, мелочи не имеют решающего значения, они решают все. И все-таки говоря о частном, нужно от частного к общему все-таки идти. И эти мелочи, они без очень важного значения. Потому что есть государственная стратегия. Конечно. Вот, допустим, Госдума принимает закон. А как его применить? Есть инструкции, расшифровка, как применять этот закон. Вот то, что говорит Рамазан. Есть фундамент, есть государственная стратегия до 2025 года. А как? Вот здесь нужны подразделения. Концептуальные, сценарные планы использования того-то. Как, уравновесив все и подчинив интересам государства, все должно быть разрушено. Чтобы в регионах тоже сказали, да, концепция, да, а конкретную бумагу получили из Москвы. А вот теперь мы знаем. Вот я сразу не понимаю. Вот я здесь уже вижу изъяны. Человека обижают, кто бы он ни был. Таджиик, не таджик, это человек, да? Чего он звонит в общественную организацию? Он сразу должен трубу поднять и позвонить в правоохранительные структуры. И они должны реагировать. Но он так и сделал сначала, где ему не помогли. Они вот по такой. А, он не помогли сначала. Не помогли, поэтому он... А, ну тогда надо было говорить, да. А я понял, что он звонит в общественную организацию, а потом так сказать... Нет, тоже потом. Нет, правоохранительные органы наши работают. Когда мы написали письма ФСБ, ГОВД по борьбе с экстремизмом и разослали, потом, ну, как бы дали хорошо и всем показали, что надо жить мирно, кто бы ни был по национальности. Да. И это правильно, политика государства. И после этого я, так бы, зауважал политику государства Российской Федерации. А до этого... Нет, нет, ну это уважал, но не было времени об этом думать. Да. А теперь зауважал. Друзья мои, я очень рад, что вы сегодня были такими активными. Мы фору дали федеральным каналам, но правда мы... Да, но мы правда уважаем друг друга, не перебиваем друг друга, хотя вступали в разговор, это было совершенно уместно. Я вас благодарю за сегодняшний разговор. И в конце хочу сказать, еще раз напомнить эту цифру, 193 народа. Это 193 способа быть счастливыми в нашей стране. Спасибо и до встречи. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова